Сделал ставку, лишился работы госслужащим и военным, запретят играть в азартные игры. Поправки по вопросам игорного бизнеса приняли во втором чтении в Мужелисе. Напомню, президент УКФ поручил усилить борьбу с лудоманией в среде казахстанцев. В документе также прописано ограничение на участие в азартных играх должников и тех, кому нет 21 года. Контролировать будут и предприниматели, которые допускают таких людей к азартным играм. Начнется все со штрафа в 300 МРП, а закончится, может, лишением лицензии. Не смогут ставить ставки также госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку, сразу будет уволен. Бесенбай признался, что работа над законом об игорном бизнесе была долгой и сложной. По его словам, ей активно противостояли влиятельные чиновники. Аргументы правительства о нарушении конституционных прав просто смешны. При этом противоречия очевидны. В этой позиции просматривается беспрецедственность и непосредовательность правительства. Пополнить бюджет Кабмин, по нашим мнениям, решил слезами народа. Я могу однозначно сказать, что главные лоббисты непопулярных норм в данное время находятся за пределами Казахстана и за чашкой крепкого американо где-нибудь в центре Европы. Они действовали даже методами 90-х. Звали на закрытые встречи. Когда это не работало, начинались информационные атаки и попытки выстрелить белое и черное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...